доброе время суток с вами программа азия большая игра и я ведущий давид эдельман недавно в новой газете я прочел статью спецкора слава половинка который начинал словами казахстане произошел тихий конституционный переворот вячеслав половинка у нас сейчас гостях по скайпу я у него хочу спросить о ком перевороте речь добрый день но это конечно фигуральное выражение речь идет о том что перед парламентскими выборами до которых осталось чуть меньше месяца цик центральный избирательный комитет взял на себя по сути функции парламента и издал постановление которое по сути перекрывает все те конституционные законы которые имеются в стране что я имею ввиду цик по сути из уничтожил всех независимых наблюдателей как институт он запретил им приходить на избирательные участки запретил вести видеосъемку онлайн-трансляцию запретила в общем приходить всем кто не зарегистрирован как наблюдатель от действующей политической партии которые участвуют в выборах то есть всех несогласных по сути вот разом так убрали из политической игры перед парламентскими выборами вопрос зачем такие сложности если победитель в казахстане известен заранее да это хороший вопрос его задают на самом деле друг другу многие эксперты в казахстане потому что действительно со стороны все выглядит так что победитель предопределен и по сути не нужна никакая подготовка никакая нужно по по перед выборами но есть один нюанс год назад в казахстане были президентские выборы и тогда несмотря на то же в общем ожидаемый результат именно независимые наблюдатели показали что кандидат против всех а миржан касанов а вроде как набрал достаточно большое количество голосов позволяющие ему как минимум претендовать на второй сам касанов тогда что называется аккуратно отошел в сторону и с левым ну да можно можно и так он первым предупредил первым предупредил хотел сказать поздравил поздравил конечно первым действующего президента тогда уже космжа марта такаева и довольствовался вторым местом с результатом 16 процентов хотя вот как раз независимые наблюдатели говорили о том что он набрал куда больше минимум 25 а то и все 40 а справедливости этих цифр остается только догадываться потому что ни нормальных экзитполов ни тем более каких-то независимых там социологических служб казахстане нет и не предвидеть так вот тот казус в общем оказался достаточно неприятным для казахстанской власти и сейчас она хочет избежать всех ну каких-то нехороших суждений которые могут возникнуть после того как выборы пройдут ведь как предполагается сейчас выборы по сути парламентские это не просто распределение мест в нижней нижней палате потому что статус ее в общем как был и в общественном сознании да и в общем государстве не является каким-то очень уж уникальным или весом нет речь идет о том что эти выборы должны стать ну если можно так выразиться неким таким вот умом доверия и триумфальным возвращением но султан назарбаеву большую палить у тебя полтора года назад из президентского кресла он вроде как остался в большой игре однако немножко ушел в те и в принципе за эти полтора года скажем так его медийное влияние она ну несколько снизилась опять-таки это в общем суждение достаточно ухом и потому что замеры очень сложно так вот сейчас назарбаев в качестве лидера нуратана должен вернуться партии нуратан просто моя мы говорю для тех кто не в курсе казахских реалий партия нуратан это партия которая до сих пор возглавляется нам султаном назарбаевым и формируется список под его влияние да конечно и в нынешнем списке например есть действующий премьер-министр и его старшая дочь дорога назарбаев так вот вот эти выборы должны стать триумфальным возвращением назарбаева нуратан должен заявить о себе на этих выборах как сила которая во первых никуда не ушла во вторых стала сильнее и в третьих берет по сути бразды правления в свои руки много говорили еще до президентских выборов и до того как назарбаев ушел что после его ухода в общем будет трансформировать политическая система в некий такой аналог что ли парламентской республики но с нюансами и в принципе сейчас победа нуратана она конечно может служить как бы тем фактором после которого вот этот вот эта трансформация политического режима начнется ну и как конечно независимые наблюдатели если они покажут что за нуратан на самом деле голосовали мало там протест на голосовали за какую-нибудь партию акжоу которая тоже есть парламенте но является по сути ручной тогда конечно вот это вот триумфальное возвращение будет смазать это никому из власти не хочется а тем более этого не хочется на футан назарбаеву который в общем не привык видеть такой такого такого уровня свободолюбия в последние годы то что происходило с прикосом же марте такая ли с его точки зрения с точки зрения назарбаева наверняка выглядит как разгу демократии и в общем и либерализма да это можно описать фразы отбились от рук так вот главная причина что в общем не хотят себя и самое главное на султан назарбаева политтехнологии нервировать ну и конечно есть причина номер два она тоже в общем лежит на поверхности это событие в белоруссии в кыргызстане потому что очень сильно напрягло в аккорде то есть так сказать в резиденции президента и в администрации президента очень напрягло все то что произошло в республиках которые еще к тому же члены евразийского союза и если в беларуси там все-таки президентские выборы и там ситуация ну с поправками но она все-таки немножко другая то в кыргызстане там как раз были парламентские выборы и в общем после них что случилось все прекрасно знают полностью сменилась власть президент ушел в отставку а в общем то партия которая победила она ну в общем сейчас не имеет такого веса там как бы идет перестройка особо вот и собственно казахстан пытается не допустить повторение у себя ни кыргызских не белорусских событий не своих же событий прошлого года у меня я прочитал вашу статью и мне мне показалось что вы упускаете третью причину есть две причины это одна киргизская понятно другая белорусская то что произошло в киргизии то что произошло в беларуси но есть третий фактор это коронавируса коронавирус который очень сильно коронакризис который очень сильную те усилил протестные настроения в казахстане разве не так но я не сказал бы что корона кризис каким-то образом радикально усилил протестные настроения опять-таки для того чтобы так утверждать у меня нет данных на руках Какой-то социологии. Это, конечно, большая проблема для всего Казахстана, что умозрительно нужно говорить о них вещах. Другое дело, что, конечно, то, что казахстанские власти делали во время коронавируса, та политика, которую они вели, в первую очередь экономическая и социальная, она не может вызывать большой радости, прямо скажем, у казахстанских граждан. Если кто не знает, то ключевая помощь, которая оказывалась казахстанским жителям во время локдаунов, весенних еще, это помощь в размере 42 500 тенге единовременного пособия в месяц. Это чуть больше 100 долларов. Естественно, даже при небольших казахстанских зарплатах этот транш, который каждому гражданину пришел, даже не каждому, а кто заявку подал, выглядел как насмешка. И очень много по этому поводу шуток, неизвестных было, мемов и так далее. Но сказать, насколько вот именно эти действия привели к тому, что сейчас казахстанская власть вынуждена, так сказать, отгораживаться забором и в прямом, и в переносном смысле. У меня в статье написано, что Центральный избирательный комитет сразу после этого постановления поставил огромный забор с кольями вокруг своего здания. Я не берусь. Это все-таки, ну, может быть, в качестве одной из гипотез, но я не готов сказать, что это решающая какая-то притча. Ну, то, что я видел в казахских соцсетях, даже у чиновников, даже у людей, которые работают в медиааппарате, пропагандистском аппарате, в постах встречались упоминания, типа, нас обманывают. Вот это уже просто смешно. Ну, в общем, само управление кризисом было постоянное ощущение, но это не только в Казахстане, что вот власть обманывает, власть ведет себя не так и так далее. Это, кстати, не всегда справедливая вещь, потому что, я говорю, это мировая такая тенденция, и люди, когда сталкиваются с опасностью пандемии, они очень часто ищут кого бы обвинить. Ну, может быть, но, опять-таки, надо понимать, что все познается в сравнении, и, может быть, для экономической системы Казахстана, которую нельзя назвать, в общем, суперпродвинутой какой-то, такие транши, 42-500, я имею в виду, это, в общем, предельный максимум, на что она была способна. Ну, по крайней мере, если оценить реальную экономическую систему, а не ту, которая рисуется для пропаганды. Но, с другой стороны, ведь все сидят в интернете и видят, например, как это делается в Германии или в других европейских странах. И, конечно, у людей просто возникает резонный вопрос, а почему у нас не так? Ну, вот, собственно, чиновники такие же люди, у них вполне могли возникнуть такие же вопросы. Но, опять-таки, повторяю, говорить, что коронакризис является основной причиной того, что... Не основной, а одной из. Ну, одной из вполне возможных. Я думаю, что, может быть, есть и еще причины. Мы же все-таки не можем до конца понимать, как сейчас выстроена вообще, ну, вообще вся политическая конфигурация именно перед выборами. Там дело еще в том, что... Я говорил уже о том, что социологии не хватает, но ведь есть, наверняка, закрытая социология. И те, в общем-то, опросы, которые приносят те же спецслужбы, наверняка, и Назарбаеву, и Касанжамар Такаеву, в общем, могут складываться в достаточно удручающую картинку для того же Нуратана. И в таком случае, разумеется, независимые наблюдатели будут абсолютным злом на участках. И их нужно удалять как можно быстрее. В вашей статье вы пишете, что возникает ощущение, что ястребы Назарбаева, которым надоела имитация демократии, пытаются сейчас прикрутить, усилить и так далее. А что... Какую роль в этом процессе играет администрация Такаева, все-таки действующего президента? Это его ослабляет, это его выводит за рамки игры? Вообще, за эти полтора года, что такая находится у власти, у меня лично до сих пор не сформировалось четкого понимания, каков предел его компетенции. Соответственно, каков предел компетенции администрации президента. Полномочия или компетенции? И компетенции, и полномочия. Потому что, насколько я понимаю, он очень компетентный человек, как политик и так далее. Очень много знающий, опытный и так далее. Да. Ну, давайте, ладно, давайте говорить полномочия. Я много слышал, и много все об этом слышали, что, значит, по ключевым вопросам Такаеву приходится там консультироваться с библиотекой первого президента, то есть с резиденцией Назарбаева и, соответственно, с его аппаратом. И с самим ним тоже. Но официально ведь об этом никто и никогда не говорил. Это все тоже, опять-таки, из разряда инсайдов. И, по большому счету, представить, что Такаев получил полную самостоятельность за эти полтора года, не получилось ни у кого. Ну, то есть я себе представить это не могу. Да, я не очень верю, что он по каждому поводу ходит в библиотеку, однако и полной всеобъемлющей власти у него, конечно же, нет. Несмотря на то, что в этом году, во время как раз коронавируса, большая часть полномочий новых ему была предоставлена особыми указами, и парламент подмахнул это, в общем, не глядя. Я вот что думаю. Мне кажется, что администрация президента сейчас взяла паузу, потому что, с одной стороны, они к этим выборам имеют отношение непрямое, выбирают не президента, и поэтому администрация президента в этот процесс включена опосредованно. Там все-таки больше работают технологи Нуратаны и конкретно Назарбань. С другой стороны, если они сейчас вмешаются, то, с одной стороны, они могут спровоцировать какой-то ненужный конфликт, между президентами, если они скажут, что это постановление неправильно. Оно так и есть, по сути, оно противоречит действующим законам. А с другой стороны, они, видимо, не хотят с этим просто связываться, потому что зачем они будут комментировать то, что имеет все, так сказать, признаки глупости и что, в общем, запятнает их самих, если они каким-то образом начнут об этом говорить. Возможно, они проявятся, они, это администрация президента и сам, может, президент, они проявятся, например, после выборов, когда они скажут, что да, эти выборы были замечательные, все было хорошо, возможно, были какие-то новшества, которые еще имеют смысл отработать и так далее и тому подобное. Но в этом случае вроде как они сохранят хорошее лицо при плохой игре и к ним особо претензий не будет. Тут надо понимать, что нынешние выборы, они не ассоциируются с Такаевым, они ассоциируются исключительно с Назарбаевым. И поэтому комментарий президента здесь, пожалуй, будет рискованным для самого президента во всех смыслах. Если он поддержит Назарбаева, он на себя навлечет критические стрелы. Если он не поддержит Назарбаева, ну, это тоже, в общем, в силу предельных его полномочий, данных тем же самым Назарбаевым, в общем, он, как бы, навлечет на себя гнев с другой стороны. Вопрос следующий. Вы пишете о том, что одновременно с объявлением, с ходом предвыборной кампании в Казахстане ведутся какие-то интернет-учения. Что это за учения, как они связаны с выборами? С этими учениями все достаточно забавно. Дело в том, что еще в прошлом году Комитет национальной безопасности активно продвигал кампанию по внедрению на все устройства с интернетом в Казахстане сертификата безопасности. То есть это некий такой шлюз, через который должны подключаться пользователи, чтобы этот шлюз фильтровал всю запрещенную информацию, которую либо они хотят открыть, либо им хочет прийти в виде каких-то там, как бы спам-рассылок. Уже тогда специалисты сказали, что, в общем, это очень похоже на программу «Шпион», а Google, Mozilla и другие большие интернет-компании сказали, что ни в коем случае устанавливать этот сертификат нельзя. И уже тогда, год назад, все это тихо свернули, никто, в общем, этот сертификат не установил, и никто не сказал, что компания провалена, просто как бы ее и не было, вот раз и исчезла. В этом году эти учения, как утверждают сами представители КНБ, которые специальную пресс-конференцию делали, по-моему, 7-го числа или 8-го, 8-го, значит, они сказали, что эти учения планировались давно, что, значит, в период пандемии, из-за того, что все перешли на дистанционную работу и на дистанционное обучение, резко возросло количество, значит, кибератак по стране и на страну, и поэтому, значит, Комитет национальной безопасности должен каким-то образом протестировать систему, а для этого снова нужно поставить этот сертификат, потому что, если вы его не поставите, у вас могут быть проблемы с доступом к сети. И якобы эти учения задумывались давно, но потом они, значит, переносились, переносились, и вот они перенеслись ровно на то время, когда возникает вот эта коллизия с цитком, и до выборов остается месяц. Естественно, учения первоначально проводились в одном городе, только в столице, в Нарсултане, и после того, как возникли проблемы с доступом действительно, и люди начали возмущаться, на следующий день КНБ вынужден был собрать некий такой брифинг, на котором было заявлено, что извините нас, в общем, мы проводим эти учения нормально, с выборами они не связаны, и самое замечательное, что там было сказано, «А если у вас возникли проблемы с доступом, вы в суде все равно ничего не докажете». И что это, в общем, это может и не наше ничего. Вот, и, конечно, такие учения в период, когда до выборов остается месяц, намекают якобы, ну, намекают на то, что, допустим, перед 10 января, когда должны быть выборы, начнутся снова проблемы с интернетом в Казахстане. Такая практика была до Такаева, при Назарбайде. Собственно, случается какое-то событие, которое нужно, чтобы не сильно обсуждали, интернет просто блокируется. Блокируются или отдельные сайты, или замедляется скорость, или вообще он исчезает. Такое бывало несколько раз точно за последние года три. Когда пришел Такаев, при нем однажды выключили, значит, мессенджеры, по-моему, там, Facebook, WhatsApp, в общем, были проблемы. И это произошло в тот момент, когда Такаев был не в стране, он куда-то улетел. И, насколько мне известно, он в большом гневе позвонил, значит, в Комитет национальной безопасности и потребовал тут же все включить. То есть он эту практику считает, ну, если не порочной, то, по крайней мере, крайней для применения. По каждому поводу использовать этот мессенджер. Вот эта разность подходов, она подразумевает, что сейчас, вот начинающиеся снова учения, они вроде как говорят о том, что, как бы, Назарбаев снова берется за свой излюбленный метод. Ну, или, по крайней мере, его команды. И последний вопрос. Выборы в Соединенных Штатах Америки, которые были в начале ноября месяца, очень много обсуждались в русскоязычных СМИ по всему постсоветскому пространству, как речь о масштабных нарушениях и так далее, и так далее, и так далее. В фальсификациях, в сбросах и прочем. Может так случиться, что вот это, ну, сейчас, если не только Казахстану, любой другой стране будут делать замечания, так сказать, западные СМИ, западные организации, ГАЗДЕП и так далее, то ответом будет, а у вас самих вот то, что творится, что у вас творится. Так Адназарбаев ведь уже раскритиковал выборы в США. Это было пару недель назад. Он сказал, что посмотрите, как у них все там очень плохо было сделано. И вообще, как бы, это совсем не демократично, то, что у них произошло. Вот то ли дело мы, мы к демократии идем. Для нас демократия – это... Я вот не помню, он один раз сказал конец пути, один раз сказал начало пути. Вот он сам путается в показаниях. Поэтому эта мотивация, этот аргумент будет использоваться, конечно, с удвоенной энергией, и теперь он будет под собой иметь вот как бы такие прямые свидетельства. Вот смотрите, как было. И, значит, эти люди запрещают нам ковыряться в носу, как говорится. Соответственно, я подозреваю, что после того, как ОБСЕ, Госдеп, ООН, да кто угодно, скажут, что выборы были, в общем, очень странными и имели признаки каких-то фальсификаций, очень гневная реакция последует от, может быть, того же самого Назарбаева, который, в принципе, это может сказать, по большому счету, для внутреннего применения. Понятно, что ни в ОБСЕ, ни где-то еще... Нет, не обратя внимание. Просто не обратя внимание. Ну да, а как этот президент Киргызстана, Атамбаев прошлый, когда ему делали замечание, он сказал, что у вас самих вот такая ситуация плохая, все остальное, а после еще сообщил о том, что Америка крупно задолжала Киргызстану, потому что она дает всем остальным республикам, а Киргизия не дает. И вот фраза о том, что Америка крупно задолжала Киргызстан, она таки цитировала западных СМИ с большим удовольствием. Кстати, я просто хочу сказать, защиту немножко от Казахстана. Вот мы в прошлой передаче говорили о ситуации в Киргизии. И когда мы говорим, что в Казахстане там авторитарная стабильность, авторитаризм и стабильность, а в Киргизии уже третья цветная революция, то вот глядя на эти два братских народа, очень похожих, а в XIX веке, как мы знаем, вообще считали одним народом в Российской империи, то мы не можем сказать, что лучше, потому что мне все время кажется, что в Киргизии с каждой новой революцией отбрасывается все дальше назад. А Казахстан, чтобы там не говорили, при всем этом авторитаризме упорно ползет куда-то все-таки в более прогрессивное будущее. Во всяком случае, как мне кажется. Вопрос в том, куда ползет, и вопрос в том, что все-таки ползет, а не идет. Вот так. Это слово, пожалуй, точнее всего, описывает происходящее в Казахстане. Окей, продвигается. Спасибо большое, Вячеслав. А с вами была программа «Азия. Большая игра». И я, ведущий, Давид Эдельман. А у нас в гостях по скайпу был «Спертскор», «Новая газета» и «Вячеслав Половинко». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok